Общественное объединение Кыргызская ассоциация женщин-судей Реализовало проект повышения осведомленности о судебной системе При технической поддержке программы по совместному управлению Винансируемая USAID и реализуемая East-West Management Institute Основной целью проекта является повышение знаний учеников старших классов о судебной системе В рамках данного проекта действующие судьи Кыргызской республики Провели гостевые лекции для 3165 учеников старших классов в школах Расположенных в семи областях и городах Мишкек и Ош В данном проекте при поддержке Министерства образования Кыргызской республики Приняли участие 27 общеобразовательных школ Лекторами выступили судьи Верховного суда, Конституционной палаты Верховного суда Судьи областных, районных и городских судов Которые смогли в своем сжатом графике найти время, чтобы пообщаться со школьниками В частности, судьи, лектора говорили о связи государства и гражданина О системе государственного устройства Самая важная задача государственных органов – кружить своему народу в его интересах Которые выражаются в Конституции и законах страны О правах и обязанностях детей и родителей Человек без прав не может в полной мере развить и реализовать свои человеческие качества Интеллект и способности и удовлетворить духовные потребности Каждый из детей в нашей стране имеет право бесплатно посещать школу Свободно распределять свое время между игрой, развлечениями и учебой, самообразованием Стремясь быть ответственным перед обществом и быть полезным ему Говорили о судебной власти В систему судов вводят Верховный суд Кыргызской республики Конституционная палата Верховного суда Кыргызской республики и местные суды Только эти суды от имени государства могут отправлять правосудие Суды осуществляют судебную власть самостоятельно Подчиняясь только Конституции и законам Всякое вмешательство в деятельность судов недопустимо Судьи рассказывали о том, кто может стать судьей и легко ли работать судьей Главный в суде – это судья Решения, выносимые судьей, должны обязательно исполняться Судья должен обладать высокими моральными качествами Не каждый юрист может работать судьей Требования к тем, кто хочет стать судьей устанавливаются законом Судьи разъясняли и роли участников судебного процесса Если возникает спор по гражданским делам, его сторонами являются истец и ответчик Судебный процесс осуществляется строго в соответствии с процессуальными законами Прокурор выступает в защиту потерпевшего от имени государства Его роль заключается в том, чтобы любой преступник был наказан по закону Адвокат защищает подсудимого Роль адвоката заключается в том, чтобы, защищая подсудимого, не допустить осуждения невиновного человека Такие простые для судьи, но очень сложные и важные для населения истины Были предоставлены старшеклассникам Им также была предоставлена брошюра «Я знаю о судебной системе Кыргызстана» Разработанная для школьников специально в рамках этого проекта В свою очередь школьники активно принимали участие на гостевых лекциях и задавали очень интересные вопросы Например, опасно ли работать судьей? Как государство защищает судей от опасности? Каким образом судьи борются с коррупцией? Можно ли продолжить в будущем такие гостевые лекции со стороны судей и так далее? Было видно, что им очень нравится то, что было Впервые в практике были проведены такие гостевые лекции Впервые судьи пришли к детям, в первую очередь к учащимся старших классов Которые могли вживую пообщаться с представителями судебной власти, задать их интересующие вопросы Очень часто лекции заканчивались диспутами Дети выражали свои мнения, каким бы они хотели введить судебную систему Задавались различные правовые вопросы Немаловажно то, что во время этих лекций детям рассказывалось о том, где они могут получить правовую поддержку Какие центры правовой информации существуют на данный момент, включая официальные сайты Также была выражена надежда со стороны педагогического коллектива, да и своих учащихся Чтобы этот положительный опыт распространялся и в других школах нашей страны Одним из самых эффективных инструментов в повышении доверия Мы приняли решение работать с Ассоциацией женщин-судей Кыргызстана Чтобы организовывать гостевые лекции и тем самым рассказать о роли судебной системы Для того, чтобы повысить уровень доверия простых граждан через учеников Кыргызская ассоциация женщин-судей содействует в улучшении доступа к правосудию социально уязвимых групп населения В том числе и детей Ассоциация в партнерстве с государственными органами, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества и международными организациями Готова вносить свой вклад в развитие нашего общества Помогая людям лучше защищать свои права и свободы Субтитры создавал DimaTorzok